САМА ОТЕЧЕСТВАННАЯ ВОЙНА Если вы имеете в виду 41-45 годы, это объединение народов было, это единение мысли одной, это защита всех своих земель, родины, своих близких людей, это сплочение между собой. То же самое произошло, соответственно, в нынешней ситуации, при Второй Горобовской войне, это было полное единение нашего народа, это сплоченность духа, мысли, действий. И когда каждый человек уже задумывался не о себе, как о единице, а о целом народе, у каждого была цель и сама идея, за что мы воюем, за что боремся и для чего стараемся пройти это все. Я родился в 93-м году, и как раз под конец 90-х годов в школе это слышалось от родителей, от взрослого поколения. Эта ситуация, которая произошла тогда, эти кадры, которые показывались по телевизору постоянно, тогда ты осознавал вот эти все ужасы, которые там происходили и творили с нашим народом. Это оставалось в отпечатках. Ну, я думаю, что именно задумался я о самом Горобахском конфликте, ну, наверное, годам 14-15, когда уже более повзрослел, когда уже более начал осознавать что-то, тогда уже понимал, что это на самом деле такое. Я служил в 2014 году по 2015 год. Это была часть недалеко от МРОВа. Это был оружейный амбар, где мы, соответственно, снабжали оружием, припасами и так далее, передовые войска. 27 сентября мне позвонили с военкомата, сказали, что вас призывают. Вот, соответственно, 28 с утра, где-то часов к 11, я был в военкомате. Выдвинулись мы вначале в Миничавирь. После шестидневной подготовки там нас переправили уже в Физуле для полевой тренировки в военных действиях. Тогда обстреляли нашу часть армяне из Града. Мы там пробыли где-то неделю. А тут уже мы перебрались уже в Джабраил. Это было уже первое военное действие в Джабраиле. Там у нас была оборона, захват деревень. Оттуда уже Ходжавен-Гадрут-зона, Губатлы-зона. В этой зоне мы пробыли до самой капитуляции со стороны армян. До середины ноября мы там остались. Оттуда же мы переправились в Зяньгилан. В Зяньгилане мы уже пробыли до где-то декабря. Середина декабря мы были в Зяньгилане. Опять же, мы стояли на точке на вершине. На всякий случай для обороны вершин, для обороны границ. И последняя точка была Гафан. У нас потери неба были ранены, тяжело ранены были. К счастью, среди нас потери не произошло. Но, само собой, да, потери, конечно, вокруг нас были. Много очень других отрядов, знакомых, друзей, опять же, товарищей, с кем мы вместе тренировались поначалу, с кем мы пришли. Ну, опять же, ты к этому привыкаешь, ты понимаешь, что по-другому не может быть. Начальник нашего отдела, одного из отделов, намек Мэлли, замдиректор Майс Мэлли, они связались с моей семьей. Спрашивали, как есть ли какие-то вести, что вам, как там, что там, что нужно. Пытались помочь. После капитуляции, соответственно, нам пустили посылки отправлять со стороны родителей тогда, со стороны семьи. И вот, соответственно, с работы собрали, посылку мне отправили. Было очень приятно, неожиданно. Так что внимание ощущалось. Не знаю, это сложно передать. Это слова, когда тебя поддерживают с другой стороны, и ты это чувствуешь, это особое чувство. Я в первую очередь благодарю руководство АСКО, Рауф Мэллима, также хочу поблагодарить Эмилию Мэллима, директору нашего центра, Маис Мэллима, Намик Мэллима, вообще всех сотрудников. Всем большое спасибо за все это, за вашу поддержку, за вашу помощь. Это помогало там выживать нам очень сильно. Спасибо.